Главный врач Центра общественного здоровья Камрад Татьяна Куйжуклу поделилась тревожной статистикой. За последние месяцы заболеваемость кориу значительно возросла. Все случаи отмечены в столице, где концентрация населения высока. Она отметила, что в последнее время многие случаи заболевания наблюдаются в центре беженцев в городе Кишнёв. На территории Камрадского района, на территории Утага-Глузи у нас еще не зарегистрировано. Поэтому для родителей будьте бдительными, будьте насторожены, что все равно эта инфекция есть у нас в республике и, как говорится, придет и к нам. Потому что у нас сегодня население мигрирует. Главный врач призывает родителей вакцинировать своих детей от кори. Она подчеркивает, что вакцинация является ключевым мероприятием для предотвращения распространения инфекции. Особенно в настоящее время, когда наблюдается увеличение случаев заболевания. У меня призыв к родителям, которые не хотят вакцинировать. На сегодняшний день у нас очень много отказников. Родители, у нас есть доступ к интернету, и родители читают всякую информацию, что вакцины плохо влияют, что после вакцины у ребенка это, это. Пожалуйста, вакцинируйте детей. Если ребенок привит, значит он защищен. Жители Гагаузии выражают разные точки зрения относительно вакцинации детей. Некоторые считают вакцинацию важной мерой предотвращения заболеваний и защиты общества, в то время как другие испытывают опасения. Слышала, что в Молдове увеличилась болезнь кори, особенно у детей. Но думаем, что надо пора и детей, и всех вакцину сделать, потому что это не считайное дело. Я думаю, что люди осознают это. Сейчас разные препараты есть, но боюсь. Ну, вовсе, это для здоровья, я думаю. Чтобы другие не болели. Что касается медицины, в законах, я считаю, что это обязательно надо. Все-таки мир такой, что у нас постоянно разные-разные появляются болезни, а кори – это страшное. За первые месяцы 2024 года в Молдове зарегистрировано 19 случаев кори. Все они отмечены в Кишинёве. Из них 12 случаев зарегистрированы в центре беженцев. В Гагаузии в прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая. И на данный момент также нет зарегистрированных случаев заболевания. Олег Глотко, Вячеслав Кысай, Ирина Резунец, Новости ГРТ.